В городском округе Люберцы продолжаются профилактические рейды, направленные на снижение травматизма в зоне движения поездов. Статистика несчастных случаев на железной дороге по-прежнему вызывает тревогу. На днях в Люберцах произошло очередное происшествие. Непредупреждающие сигналы электропоезда, небесконечные напоминания об опасности не останавливают. В погоне за экономией времени и денег люди рискуют собственной жизнью. Совсем недавно на этом участке недалеко от станции Ухтомская скончалась 60-летняя женщина. Пыталась либо пройти через пути около платформы, либо залезть даже на платформу. Ее сбил поезд, она к нему спиной находилась. Именно вот как раз нанес удар, она в принципе не попала под колеса, но от удара погибла на месте сразу. За последние 10 месяцев на территории городского округа Люберцы на железной дороге погибли 15 человек. В аналогичном периоде прошлого года 13. Чтобы снизить печальную статистику, сотрудники администрации, полиции, РЖД, а также представители административно-пассажирской инспекции проводят совместную работу. Выявляют нарушителей и ликвидируют несанкционированные проходы. Да, это работа постоянная, непрекращающаяся, еженедельно. В некоторых местах ежедневно проводятся работы по ликвидации проломов в ограждении. Но несмотря на это, опасные тропы появляются вновь и вновь. В сентябре эти проломы на улице поселка Калинина были закрыты. Сейчас здесь снова каждую минуту появляются нарушители. Статья 11.1, часть 5 административного кодекса вами нарушена. У нас очень часто здесь на этом массу гибнут люди. Вы тем более идете по телефону, отвлекаетесь. Поезда сбивают часто людей. В первый раз предупреждение, а в следующий штраф. Правда, его сумма составляет всего лишь 100 рублей. Депутаты Московской областной думы выступили с инициативой поднять ее в 20 раз. Законопроект пока на рассмотрении Госдумы.